На улице снова 36 градусов. Кондиционера у меня тут нет. Такой вентилятор. Жаль, что раньше я не пользовался кремом каждый день. Вообще, солнечным кремом нужно пользоваться каждый день. Конечно, я теперь жалею, что я этого не делал, но лучше поздно, чем никогда. Сегодня у нас 22 августа. Небо, как всегда, безоблачное. В Афинах почти никогда летом нет облаков. У меня отснято столько видео, что я просто-напросто сейчас не успеваю редактировать контент. Привет из Афин. Я на улице Филалау. Это улица в Монграде. Если вы знаете Афины, то в Монграде это, в принципе, как бы не самый приличный и самый плохой район. Район, в котором очень много кафе, ресторанов, магазинчиков. До сих пор период отпусков, поэтому довольно пустынно. Сегодня у нас вторник, рабочий день, но я бы не сказал, что очень многолюдно. Мне было очень приятно, что мое видео про крипту по этой ссылке посмотрело очень большое количество человек. На данный момент я получил комментарии. Мне очень интересно почитать комментарии. Поэтому это видео я бы назвал «Крипта и жилье в Афинах». Но это будет очень такое спонтанное видео. Я предлагаю вам подписаться, потому что дальше я буду у себя на канале разбирать и тему крипты, и тему жилья в Афинах. По теме криптовалюты я бы хотел сказать, что вообще это очень серьезная тема, которая меня интересует очень давно. И не только потому, что я сам работал в области веб-девелопмента, то есть я работал в области IT. И блокчейн, допустим, это для меня не пустой, непонятный звук. То есть мне понятны примерно эти технологии. Я немного поверхностно проходил курсы, и я знаю об этих технологиях. Конечно же, я не эксперт. Поэтому криптовалюта – это не то, что меня просто так интересует, как азартные игры. Я бы даже сказал, кстати, вот эта улица очень шумная. Даже сегодняшний не самый напряженный день. Я не знаю, как там люди живут круглосуточно на этой улице. Жилье, кстати, в Афинах очень такого себе качества, весь этот старый фонд. Так вот, криптовалюта – это действительно вещь, которая меня интересует. И мне интересен более всего сам процесс. Я сказал, что самое лучшее, что я должен делать сейчас, это не делать вообще ничего. Вот он весь такой жилой фонд. Все дома в основном 70-х, 60-х, 80-х годов. Встречаются, может быть, вот этот дом, скорее всего, 90-х годов. Все довольно старое, все очень плотно построено. Парковочных мест нет. Только в больших квартирах, вероятно, есть парковочные места под домом. Обычно они располагаются, потому что пространства между домами вообще никакого нет. В Афинах очень сильно плотно застроены дома друг к другу. И Афина известный как город с одной из наиболее высоких плотностей населения. Да, если можете, посмотрите в интернете, но это действительно факт. Сейчас у меня есть еще три дня, когда я могу пожить в своем Airbnb здесь, в Панграте. И передо мной встал вопрос поиска очередного поиска жилья в аренду в Афинах. И это как бы была другая вещь, которая ввергла меня в такое не самое позитивное состояние духа. Моя ситуация, как оказалось, с поиском жилья в Афинах, она точно так же, как и моя ситуация на криптовалюте, на рынке криптовалюты, она только ухудшалась. То есть, все становилось хуже и хуже и хуже. Первый раз я снимал квартиру в 2018 году, там год прожил, и потом я переезжал. Но это отдельная история. Все становилось только дороже, только жилье становилось хуже. И сейчас цены в Афинах вообще нереально высоки. Плюс, добавочно, играет роль тот факт, что сейчас в августе, я приехал в прошлый четверг, здесь выходные, отпуска, праздники, про которые я вообще забыл. Естественно, до воскресенья я вообще ничего не видел. В воскресенье я посмотрел, три квартиры. Вчера я еще одну квартиру посмотрел, и сегодня у меня будет три просмотра квартир. Но, что я хотел бы сказать. Все это жилье, которое сейчас я присматриваю по своему бюджету, в районе максимум 450 евро, плюс счета. Потому что счета очень высокие. Например, за электричество. По-моему, электричество самое дорогое в Евросоюзе, в Греции. Кто-то мне говорил, я понимаю, что все то, что я смотрю, оно реально просто мне, скажем так, не очень нравится. Потому что, например, в воскресенье я посмотрел в квартире, это все было или имиорофос, или ипогио. То есть, или полуподвал, или подвал. Если вы смотрели мое видео про коморку в Стамбуле, то вот эти помещения имиорофос, семью имиорофос, полуподвал, это ненамного лучше, чем вот эта коморка в Стамбуле у меня была временная. И я, если честно, я спрашиваю себя, что я хочу делать дальше. Афины вообще не чужой город для меня, потому что я здесь жил там год-полтора, потом я уезжал в Амстердам на полгода, потом я опять приезжал на год-полтора. У меня есть налоговый греческий номер, у меня есть вид на жительство гражданина Евросоюза в Греции, точно так же, как и в Голландии. У меня даже был банковский счет в Греции, потому что один месяц я работал в знаменитой компании Телеперформанс, где работают все иностранцы здесь, в Афинах. Но, конечно же, друзья мои, вот это жилье, которое я сегодня, кстати, еще посмотрю, одну квартиру я посмотрю второй раз и подумаю о том, снять ее или нет на полгода. Продолжаю историю спустя несколько часов, в тот же день, и приведу несколько примеров, чтобы не быть уж вообще голословым. Вчера мне предоставилась возможность посмотреть одну квартиру в районе Ая-Варвара. Это открытая квартира-студия, площадью 60 квадратных метров. В здании только на четвертом этаже живет человек, остальные этажи пустые. На этом этаже был когда-то офис. Здесь нет вообще ничего, даже раковины и труб, то есть все нужно устанавливать. Отличительным свойством этой квартиры является балкон, идущий по периметру. За квартиру просят 480 евро, плюс счета. Вот он, скриншот объявления на Фейсбуке. В данный момент иду по улице Илиуполис, которая идет от Панграти, с горки в сторону Неоскосмос, Неосмирни и так далее. Вот по этой улице я несколько раз пытался бегать, но в Афинах тротуары отсутствуют, стоят столбы на тротуарах, и бегать можно только по дороге на свой страх и риск. Цикады в Афинах начинают петь, по-моему, с мая, и заканчивая сентябрем они не умолкают, ни днем, ни ночью. Но я уже, кстати, привык к этому. Меня это особенно не удивляет, и мне это не мешает. Посмотрел я также и другую квартиру за 430 евро. А пока шел к ней, проходил свою давнюю квартиру в Неоскосмосе. Ставни были закрытыми, однако я не решился написать хозяйке. Я мог бы назвать это видео «Дневники беженца», но на самом деле я бы сделал поправку, конечно же, я экономический беженец. Я просто-напросто бегу от всей возрастающей стоимости жизни практически пообсюду в Европе. Если посмотреть на цены Airbnb, месячной аренды в Афинах, то средняя цена примерно на какую-нибудь студию, ну, 800-900 евро. Когда там 4 года назад можно было найти там за 400 евро. И цены Airbnb, они диктуют цены на аренду повсюду в городе. То есть в воскресенье я посмотрел 3 квартиры, и сегодня я все-таки съездил, посмотрел одну из этих квартир еще раз. Встретился с женщиной, которая аргентинка, но живет в Греции там 30 лет. Она хозяйка этих трех полуподвальных квартир, закончила ремонт и показала мне еще раз одну из своих эпогео-студий, то есть полуподвальных студий. Так вот, одна из квартир, которую я сегодня второй раз посмотрел, находится в районе Гизи, недалеко от парка Ариос Пагос. По-моему, так называется. Я сейчас не могу вспомнить. И квартира действительно находится в полуподвальном помещении. То есть фактически, видно, в Греции разрешили когда-то продавать эти жилплощади и переоборудовать в квартиры. Что меня конкретно напрягло? Во-первых, цена 450 евро, но уже все включено с интернетом. Интернет я проверил, вся мебель есть. За свет, за все это не надо платить. То есть 450 евро. Там есть кровать, телевизор и даже газовая плита. Что меня напрягло? Это то, что там был газовый баллон в квартире. Это я видел в первый раз вообще в квартире за последние пять лет. Такого я ни разу еще не видел в Афинах, но хозяйка квартиры мне сказала, что это становится повсеместным явлением из-за того, что нагревать электричеством в Афинах становится очень дорого. Потому что нагрев зимы-то холодный и дома такого качества очень, скажем, картонные стены нагревают обычно кондиционером. Но некоторые люди стали переоборудовать жилье под газовые обогреватели, вот эти камины и устанавливать бочки, бочонки с газом. Это меня напрягло, потому что я, не знаю, я читаю новости и я знаю, что эти бочонки иногда взрываются, точно так же, как иногда самолеты падают летать, я тоже боюсь. Но мне почему-то не захотелось. Это был один момент. А второй момент, в Гизе я вообще особо не хотел бы жить и еще жить в полуподвальном помещении, когда люди, их ступни находятся на уровне моих глаз, если я сижу на стуле за рабочим столом. Я понял, что для меня лично это было бы очень депрессивно. Ну, вот такой я вот человек. Даже если это стоило бы 200 евро, я сегодня подумал, я, скорее всего, не смог бы долго прожить в полуподвальном помещении. Ну, вот такой вот я человек. То есть, я буквально полчаса назад написал этой женщине, которая возила меня на такси в воскресенье, показывала все свои три студии, что я думаю, что я откажусь. Спасибо большое за ваше время. Но я понял, что я уже достаточно долго жил в Афинах. Временно меняя квартиры, я ищу именно то, что мне стало бы домом, там, ну, не то, что на один год, а на несколько лет. И в текущей ситуации, с текущим трендом цен, восходящих на аренду, как краткосрочную, так и долгосрочную, я, если честно, я скажу, что я очень сильно расстроился. Я просто вижу на данный момент очень мало перспектив. Я знаю, и раньше было очень сложно в Афинах найти что-то действительно хорошее. Например, там квартиры на втором, третьем, четвертом этажах и так далее. Они заняты греками, хозяевами квартир, которые там живут, и эти квартиры почти никогда не сдаются, если не сдаются. На данный момент, ну, такая квартира, она будет стоять 2000 евро в аренду, если она там четырехкомнатная. То есть, цены практически как в Барселоне на что-то очень хорошее. Я расстроился, потому что я не знаю, что я буду делать дальше. Мое текущее помещение, вот это студия, где я сейчас живу, в Панграде, она забронирована у меня до пятницы. Я пошел на то, что я снял еще дополнительно комнату до следующей недели пятницы. Уже комнату по текущим ценам я посмотрел. Я ничего не мог найти. Сейчас август, пара отпусков, все забронировано. Всех каких-то нормальных по ценам вариантов, их практически нет. То есть, я опять стою перед выбором, что я буду делать дальше. Я устал ездить на машине. Вот у меня было время, два года я ездил на машине. Теперь я летаю на самолете, перемещаюсь из страны в страну, из города в город. Я устал немного, я понимаю, что мне это уже на самом деле не то, что не интересно. Просто-напросто вот эта вся усталость, она перекрывает новые ощущения. Мне хочется побыть в одном месте. Но я также понимаю, что хоть в каком месте, в тех же Афинах, я не думаю, что я хотел бы жить. Но опять же, мне стоит вопрос. У меня есть определенный бюджет. Я не могу платить больше, чем там 450-500 евро, плюс счета. Тогда стоимость будет 700 евро в Афинах. И я не хочу платить деньги за неизвестно что. То есть я опять сегодня уже смотрел в сторону моей любимой Болгарии. Но я сомневаюсь, что я поехал бы в Болгарию. Сори, пальмочка. Но это бюджетная страна по сравнению с Грецией. И я посматривал на Бухарест. Опять же, проблема сейчас в том, что билетов-то дешевых на самолет больше нет. В Болгарию с чемоданом 23 килограмма. Если брать за неделю, в Софию билет будет стоить 112 евро. В Бухарест я посмотрел с чемоданом 180 евро. Вот я смотрел в Бангкок, оказывается. 200 там на 80 долларов или евро. Получается из Афины в Бангкок стоит билет столько же, сколько? Почти что я заплатил из Москвы в Бангкок. Ну вообще, я не понимаю, что происходит в Америке. Огромный привет передаю вам из Афин. И надеюсь, до скорого, мои дорогие подписчики. Если положить руку на сердце, я бы сказал, что из Греции не хочется мне уезжать. Но и платить такие огромные деньги, непонятно за что, я не в состоянии. Поэтому это дилемма для меня. И не знаю, что делать дальше. Может, подскажете?